Здравствуйте! В центре внимания предложение перевозить контейнеры в полувагонах. За и против, обсудим с экспертом. Михаил, здравствуйте! Тема уже нашумевшая. Будут ли перевозиться контейнеры в полувагонах? И как написало издание ВГУДОК в одной из своих статей, что, видимо, ящиком все-таки в контейнерах быть. Вы с этим согласны? Уже это было, уже это проходили. Понятно всем, в принципе, прозрачно, почему это потом прекратили. Вот сейчас опять бурное обсуждение. А давайте, а нельзя, а технологии, где правда, на чьей она стороне. Ну, смотрите, какая ситуация. Российский железнодорожный рынок – это сложная история с точки зрения того, чтобы что-то прогнозировать. Это самая такая лоббируемая отрасль. И здесь проходят самые уникальные, совершенно какие-то инновационные решения с точки зрения тех, которые в других отраслях люди даже как бы не додумываются. Поэтому говорить о том, будет или не будет, сложно сказать. Но мне кажется, что понятно, почему этот вопрос возник сейчас. Почему? Он возник с одной стороны. Дочка стала не дочкой? Ну, скажем так, это самое простое объяснение. Это самое быстрое объяснение. И я вот, мне эти простые объяснения, честно говоря, не очень нравятся. Вот, потому что, конечно... Очень глубже копать. Да, потому что хочется как бы сразу сказать, что все, как бы РЖД продал трансконтейнер, ну и все, и сразу там сейчас ускоренная индексация контейнерных тарифов, сразу же там отмена разрешения перевозок в полувагонах и так далее. Давайте создавать конкуренцию. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что все-таки здесь правильнее идти как бы от грузовладельца, да, потому что все-таки в этой пищевой цепочке транспортной грузовладелец он на первом этапе. И мне кажется, что вот этот вопрос возник, он все-таки возник в первую очередь, хотя самое очевидное, простое решение, которое многие как бы говорят, это связано с тем, что вот у нас на Дальнем Востоке в портах высвобождается большое количество из-под угля пустых полувагонов, давайте все загрузим как бы контейнерами. Вот. Это, казалось бы, такая самая простая история. Но на самом деле, мне кажется, что все-таки это вот немножко не о том. Потому что, если говорить вот об этой логике, да, то совершенно понятно, что те объемы полувагонов, которые везут уголь на Дальний Восток, и те объемы потенциального контейнерного оборота, которые они могут на себя забрать даже при каких-то самых совершенно уникальных идеальных условиях, ну это какие-то там тысячи единиц, ну может две тысячи можно будет, как полувагонов, которые с контейнерами уедут обратно. При этом мы получим огромный объем негативных эффектов, потому что ведь проблема-то Восточного полигона, она в чем заключается? Там до сих пор жесткие инфраструктурные ограничения. Для этого приходится применять какие-то совершенно менять законодательства и менять даже схему приоритизации перевозки тех или иных гротов. И мы сейчас говорим о том, что вместо того, чтобы использовать технологичную схему, когда приходит фитинговая платформа, на нее сразу ставится в виде контейнерного поезда, она вылетает со скоростью тысяч километров в сутки, быстро едет и туда попадает. И мы сейчас вместо этого хотим предложить, приезжает полувагон, в него забивают обрешетку, в него там что-то там как бы вот это вот выстраивает, вот эту какую-то конструкцию внутри, в которую каким-то вот неимоверным образом нужно загрузить этот полувагон. То, что эквивалентно там по скорости подготовки, там можно целый состав фитинговой платформы загрузить. Дальше потом это едет, оно его естественно там болтает как бы на всех этих, соответственно, как бы вот эта вот обрешетка там и прочее. И мы в конце концов еще получаем вот эту историю, когда вот этот полувагон куда-то приехал, он же приедет не на Кузбасс, он же приедет не на Кузбасс, он приедет вот в другое место. Он там это как-то выгрузит, это еще там что-то повредится и так далее. То есть совершенно вот в этом вот какого-то смысла экономического его как бы не видно. А где виден экономический смысл? А экономический смысл виден на самом деле в деятельности наших крупнейших металлургов, в первую очередь Новолипецкого металлургического комбината, которые самые гибкие, самые технологичные с точки зрения использования различных видов транспорта, погрузочных схем и так далее. И они-то уже давно отрабатывают историю по поводу того, как можно универсальный смысл свой рулонный прокат грузить в контейнеры, в специализированные контейнеры, в универсальные контейнеры. Они-то эту технологию отрабатывают. Там речь идет о миллионах тонн. Часть из которых может действительно эффективно ехать в контейнеры. Сразу возникает вопрос, что все-таки наши металлурги все, металлургические предприятия, они все-таки построены достаточно давно. И их логистика была в то время очень простой, чисто железнодорожной, простой. Полувагон пришел, полувагон ушел и так далее. Сейчас эта логистика добавилась, автотранспорт в огромных объемах, добавились контейнерные истории, добавилось еще много всего. Под это все не хватает площадей. Поэтому возможно организовать отдельные потоки. Вот здесь у нас только полувагоны, а здесь у нас контейнерная площадка. Сюда заходит состав и сразу уезжает контейнерный поиск. К сожалению, в большинстве случаев оказывается, что это невозможно сделать. Просто потому, что есть инфраструктурные ограничения. И вот тут как раз приходит очень здравая мысль, что металлопрокат, который в целом достаточно сложно повреждаемый груз при правильном креплении внутри контейнера, можно погрузить на полувагон. А высвобождение порожних полувагонов на металлургических комбинатах достаточно большое. И его эффективно отгрузить. И в этой ситуации мы получаем совершенно другую схему. Потому что уже тогда происходит не какая-то вот эта вымученная конкуренция между эффективными фитинговыми платформами и контейнерными поездами. Да, это создаётся конкуренция, реально. Да, это создаётся конкуренция. И конкуренция-то создаётся в плоскости конкуренции с автомобильным транспортом. Потому что этот рулонный лист, он едет в том числе достаточно активно автотранспортом. И вот там действительно какая-то понятная экономика. Да, есть вагон, вот он есть, мы его загрузили. В данном случае мы имеем груз, который достаточно устойчивый. Мы имеем квалифицированного груза владельца. Потому что, грубо говоря, я заказал перевозку контейнерного груза. Мне его привезли в Дальний Восток, что-то ещё. Я заказчик, я жду груз. Ну, я не знаю, везут его в полувагоне или в фитинговой платформе. Мне приехал груз, он повреждён. Огромная проблема недоверия к российскому железнодорожному транспорту, как бы в целом. Когда это делает Новолипецкий металлургический комбинат, он это делает в понятно согласованном формате с грузополучателем, что, ребята, к вам приедет контейнер в полувагоне. Окей, окей, всё готово. И в данном случае есть понятная экономика, есть понятная возможность роста грузовой базы за счёт автотранспорта и так далее. В такой ситуации мне всё понятно. Поэтому здесь, мне кажется, я бы вопрос разделил на две части. То есть, первое, очевидно, что использование на всей сети полувагонов для перевозки контейнеров – это деструктивная история для железнодорожного транспорта. Но локально можно? Ну, локально и можно, и на самом деле нужно. Потому что если посмотреть на ту же ситуацию, конкретно с Новолипецким металлургическим комбинатом, это же уникальная ситуация. В прошлом году РЖД договорились о том, что они поинвестируют в железнодорожную инфраструктуру, улучшение, соответственно, как бы возможностей отгрузки Новолипецким металлургическим 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 транспортом с тем, чтобы, соответственно, Новолипец мог больше грузить железнодорожным транспортом. Ну вот он и ответ. Михаил, вот вы сказали, нужно идти от грузоотправителя на недавней конференции. Тоже как раз речь шла, что почему мы это все не дадим на откуп грузоотправителям. Вы это разрешение выпустите, пусть оно будет. Пусть оно будет непревентимным для всех, да, не так, чтобы, о чем вы и сказали, да, все обязаны повсеместно, все могут повсеместно, да. Пусть грузоотправитель, с точки зрения своей экономики личной, выбирает, как он поедет на пицинговой платформе или нет. Мой вопрос немножко в другом еще. Смотрите, вопрос безопасности. Понятно, что сегодня апеллируют владельцы пицинговых платформ к тому, что это может быть небезопасно. Они рассказывают про различные виды креплений и так далее. И это же действительно, возможно, может быть камнем предсказания. Если мы фантазируем на будущее, хоть вы и сказали, что сложно прогнозировать транспорт железнодорожный, если это решение будет принято и одобрено на самом верху, да, и спущена некая директива, что будет дальше? Будет создаваться искусственная и неискусственная конкуренция, та самая между платформой и полувагоном, да, и вот в пику тому, что мы с вами обсуждали как раз-таки, да, вот эту схему трейд-ин. Мы говорим о том, что приходят инновационные вагоны на сеть и стимулируется все-таки у него больше осевая нагрузка. Вопрос-то. Сеть это все выдержит? Та инфраструктура, которая сегодня есть? Ну, наверное, если действительно, как бы, говорить о грузовладельце, то, с одной стороны, здесь, очевидно, нужно идти от грузовладельца, с другой стороны, мне, опять-таки, вот это общее решение на уровне грузовладельцев не нравится. Почему? Потому что в прошлом году было принято такое решение для перевозок скоропортящихся групп. И, на самом деле, как бы, это привело к тому, что целый ряд грузовладельцев наплевали на безопасность, сказали, нам наплевать, разморозится наш груз фундаментально или нет, мы хотим везти дешевле. Поэтому в данном случае, мне кажется, все-таки здесь вопрос неких, как бы, должен быть и индивидуальных решений. То есть, вот есть уже этот механизм согласования специальных погрузочных схем. Да, и такие вещи, как бы, они в целом были отработаны. Потому что, условно говоря, Новолипецком металлургическом, Северстале, Мечилу, ММК, да, это разрешение, как бы, можно дать, посмотреть, как это работает, и дальше, как бы, после этого принимать решение. А можно ли двигаться, там, условно говоря, дальше, да, там, не знаю, там, лесные грузы, там, какие-то еще. Но вот здесь все-таки я бы за, как бы, за итерацией, потому что, на мой взгляд, вот эта проблема с... Ну, хорошо, что сейчас мы имеем, да, контроль единой холодовой цепи, там, и так далее, всю эту историю, да, потому что, да, заботились вопросом, что груз-то должен быть, там, не размораживаться, да. Но, с другой стороны, вот эта либерализация избыточная, не надо, скажем так, абсолютизировать сознательность грузовладельца. Крупный грузовладелец, да, он, действительно, как бы, готов. А какая-то, условно говоря, компания, которая не очень железнодорожным транспортом, не очень большая, они могут в этом плане, скажем так, принимать некие волонтеристские решения, просто, условно говоря, какие-то вещи не очень понимая. Ну, хорошо, а сеть, вот всю эту нагрузку, выдержите эти перестановки, все эти изменения технологические? Мне кажется, что в данном случае критически важно сохранить максимально минимальную технологическую нагрузку на восточный полигон, поэтому на восточном полигоне погрузка контейнеров в полувагоны, она, очевидно, ухудшит скорость и погрузки, и технологическую эффективность. Там просто я бы это критически запретил. То есть, если где-то экспериментировать, то можно экспериментировать. Вот у нас сейчас есть, очевидно, недогруженные участки, да, это вот то, что касается, там, центральной России, отправки, там, есть возможности по отправке в корты, там, юга России в корты, Балтии и так далее. Вот давайте экспериментировать там, где возможности у сети есть. Очевидно, что на восточном полигоне это просто преступно будет, потому что, условно говоря, и так там ситуация, ну, более чем, как бы, критическая. Спасибо большое вам за это интервью. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok